Вот я приветствую наших почётных гостей из города Омск. Надежда Петровна Ероши, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной Академии Наук, Экологии и Безопасности Жизнедеятельности Человека. И Виктор Владимирович Ярцев, доктор философии, академик этой же Академии Разработки. Я разработчик авторской программы «Целостный взгляд на человека. Физика, всех эмоциональных явлений, чьих будущих». Доклад называется, который прощёт Надежда Петровна «Что есть время?». Что есть время? Время – это одна из загадок нашей жизни. Каков же физический смысл этого явления и что за ним стоит? На протяжении многих веков этот вопрос интересовал философов, учёных, да и простых людей. В научной среде общепризнано существование трёх реалий – пространство, материя и время. Они считаются основополагающими и лежат в основе всего. Но в таком случае возникает вопрос, почему не учитывается движение. Исключив движение из основополагающих реалий, наука склонилась к исследованию и изучению статических процессов, к изучению костной материи. А живой материи присуще постоянное движение. В природе, в мироздании движется всё – живые существа, планеты, атомы. А если принять за основу реалий пространство, материи и движение, то время в этом случае является производной от этих реалий. Время проявляется при движении материи в пространстве. Движение мы видим вокруг себя постоянно, в различных проявлениях. А время ощущаем через какие-то видимые изменения, через череду смены событий. Это день и ночь, движение стрелок часов, растение растёт, развивается. То есть идёт изменение материи, её движение в пространстве. И мы видим эти изменения и ощущаем время роста растения. Таким образом, время мы понимаем, ощущаем и видим не напрямую, а опосредованно. То есть посредством движения материи в пространстве. Константа понятия времени характерна для всех людей. Поэтому очень важно для человека понимать суть времени и полностью владеть им. Время — это не просто движение стрелок на часах. Оно гораздо обширнее и глубже такого восприятия. Триединство мира отражается в каждой системе, в каждом процессе. Естественно, это отражается и на времени. И оно имеет три измерения. Время и есть тот поток жизни, который несёт жизненный импульс, жизненно важную информацию для всех процессов. Так что время можно сравнить с движением могучей полноводной реки, которая имеет сильное, непрерывающееся ненамек течения, бескрайнюю широту и огромную глубину. Всё живое развивается в непрерывном жизненном потоке. И троичность отражает характеристику этого потока жизни. Первой составляющей времени будет стрела времени, определяющая фактически необратимость всех живых процессов. Всё на Земле подчинено стреле времени, то есть жизненному потоку. Своим движением жизненный поток на стреле времени определяет три разные характеристики времени. Это прошлое, настоящее и будущее. Течение реки жизни отражает стрелу времени, которая несёт импульс жизни. И информацию на развитие. Всё живое постоянно получает энергию жизни и использует для своей жизнедеятельности. Но если примитивно, но объективно охарактеризовать движение по стреле времени, то человек, как правило, бежит по этой стреле, торопится, чтобы не опоздать, суетиться. А в итоге плохо ориентируется и в событиях, и в сути происходящих явлений. Зависает в событиях, решая возникшие проблемы для себя. В отличие от всего живого мира, человек наделён свободной волей и сам определяет, как и куда направлять эту энергию. Или на развитие и познание, на творческие процессы, или изливать её кому-то. А отсюда следует, что человек выбирает сам, какие события творить, в каких и как участвовать. Вторая составляющая времени отражает время восприятия цикличности событий различных периодов. Ординаты цикличного времени перпендикулярны стреле времени, так как они независимы друг от друга. Так образуется плоская система координат времени в движении жизненного потока. Вторую составляющую времени можно сравнить с шириной реки жизни. Она отражает широту взглядов, обширность понимания жизненных процессов. Человек наблюдает как бы со стороны всё происходящее. Чтобы не быть слепо влачимым потоком жизни и не быть привязанным сознанием к стреле времени. Продвижение координаты этой второй составляющей времени позволяет шире и глобальнее понимать происходящее. Собирать разрозненные события в логическую цепочку. Выявлять определенные циклы и находить закономерности в их развитии. Всё это расширяет познание человека о мире, помогает обнаруживать определенные алгоритмы и закономерности формирования процессов. Жизненный поток содержит информацию и энергию для такого творческого процесса. Третья составляющая времени характеризует новые периоды развития, эволюционные преобразования. То есть её можно назвать как галактическое время ввиду глобальной длительности процессов. Её ордината будет перпендикулярна двум предыдущим. Представить её можно в виде глубины реки жизни. И когда человек устремляется к познанию истины, не останавливается на достигнутом, он начнет движение по этой ординате, третьей составляющей времени, которая чрезвычайно важна для жизни каждого человека. Сомнения в верности, правильном понимании и поиске своей области незнания с последующим её освещением помогают приближаться к истинному пониманию и открытию основополагающих законов мироустройства. Таким образом человек поднимается на другой совершенно уровень познания, реализуя совсем другие принципы и взаимодействия с окружающим миром. И самое главное, реализуя в себе третью составляющую времени, человек уходит от типового, стандартного восприятия мира, от жизни, от типового мышления, от всего того, что сформировала в нашем сознании существующая цивилизация. И движение в направлении третьей составляющей времени очень важно для человека, для его развития и его будущего. Человеку поэтапно открывается истинное понимание жизни, приходят ответы на интересующие его жизненно важные вопросы. Он получает понимание протекания реальных процессов на Земле. И вся эта информация содержится в третьей составляющей, отражающей разные уровни истинного постепенного познания мира. И двигаясь в направлении от ординаты, человек вступает на путь эволюционных преобразований, в чём, собственно, и заключается задача рождения человека. Время — это главный человеческий ресурс. Посредством реального потока, то есть самого потока жизни, человек постепенно наделяется импульсом жизни, информацией для созидания, развития, творчества, а также энергии для реализации всего этого. И это есть в каждом человеке. Человек как бы пронизан этим потоком времени, самой жизнью, живёт в нём. И это естественная среда его обитания. И, как правило, человек не акцентирует на этом своего внимания, не замечает этого, не обращает внимания, как воздух, которым он дышит. Этот поток жизни и временная характеристика его так привычны и родны человеку, что он не склонен к анализу и изучению его. Всё это принимается как данность, не требующего какого-либо изучения. Тем более политические действия, существующие в мире, отводят его от этих вопросов, направляют внимание на разнообразные мелочные моменты в жизни, делая их приоритетными для человека. И время — это не просто тиканье часов, смена дня и ночи. Это жизненный ресурс, принадлежащий человеку, импульс и энергия жизни. И незнание и непонимание такой физической природы времени делает их беспечными по отношению к этому богатству, то есть к импульсу и энергии жизни, которым они обладают и которые расточают, как правило, направо и налево. И такое положение позволяет различными способами изымать эту энергию и направлять её в чьих-то личных интересах. Подавляющее число людей на Земле живёт в одномерном времени, согласно стрелье времени, то есть воспринимают жизнь как череду событий, в которых пребывают. И это первая группа людей. Небольшая часть людей видит и понимает цикличность событий, пытаются обнаружить причинно-следственные связи. Это вторая группа людей. Они активны, всегда стремятся предугадать идущие изменения. Часть из них пытается разобраться в происходящих изменениях, событиях, а некоторые из них как можно лучше их использовать. И совсем незначительная группа людей, владеющая некими знаниями, опережающими существующие на Земле, осведомлена о периодах развития жизненных процессов, то есть о трёхмерности времени, или только о механизмах влияния на них. Это будет третья группа людей. Они постепенно и последовательно внедряют нужные им идеи в сознание людей, тем самым меняя их мировоззрение в выгодном для себя направлении. И получается, их не так много, но они-то и управляют в основном миром. Эта группа людей контролирует все научные, философские и религиозные направления, чтобы не допустить истинного понимания реальности и чтобы имеющиеся у них знания были недосягаемы для остальных людей. Мы знаем, как скрываются очень важные, нужные, открывающиеся вновь понятия и знания. Они организуют людей в технократическом направлении развития, формируют у них потребительский образ жизни в ущерб духовному и душевному развитию людей. Также они постепенно внедряют нужные им морально-нравственные нормы, оказывают влияние на культурно-социальные взаимоотношения в обществе и вообще определяют тренд всех направлений социокультурной жизни на Земле. Своей активной деятельностью третья группа организует искусственный трехмерный поток времени, в который вторая ордината противоположна по направлению естественной ординате и отражает формирование циклов событий для последовательной деградации людей и полного их закабаления. А третья ордината времени этого временного потока направлена не на стремление вверх, к познанию истины, к духовному совершенствованию, а вниз, к погружению в различные пороки в полную зависимость от материи, от ложных понятий. И вот этот слайд наглядно показывает, в каком пространстве и в каком временном потоке развивается жизнь на Земле. Мы живем в перевернутом относительно реальности мире, где доминируют ложные религиозные философские воззрения, ошибочные научные теории, где создаются события не для раскрытия творческого потенциала человека, а для его полной зависимости от чего-либо и на дальнейшую деградацию. Кроме того, постоянно осуществляются долгосрочные программы на создание поэтапных периодов, радикальных изменений в социальных, ведущих к дальнейшей инволюции человечества. Это организация войн, революции, свержения монархий, изменения социальных формаций, демократизм, либерализм, коммунизм, электронное цифровое общество и разнообразные реформы. В общем, всё, что угодно, только не то, что необходимо для раскрытия творческого потенциала человека, без которого и невозможна жизнь. Таким образом, создаётся на Земле перевёрнутая картина жизни, которая ничего общего не имеет с реальной жизнью. И это является основой системы по изъятию времени, жизненной энергии у человечества. В итоге вся жизненная энергия людей перенаправляется в бездну. И люди вместо направления своего жизненного импульса на самосовершенствование, на развитие, на эволюцию, на создание гармоничных взаимоотношений в обществе отдают её на поддержание существующей системы и вот такого положения, в котором мы все оказались. И особый вопрос — это восприятие времени человеком. Как правило, человек воспринимает жизнь как некий временной поток, который наплывает на него поочерёдными событиями. И исходя из мировоззрения человека и его психоэмоционального состояния порождает ту или иную реакцию в его внутреннем мире. Одни и те же события у разных людей вызывают неодинаковую внутреннюю реакцию. В основном человек индивидуально воспринимает время как смену событий. А субъективное восприятие времени, как показывает опыт каждого человека, зависит от интенсивности смены событий за один и тот же промежуток механического времени. Например, сидит человек ждёт приёма, смены событий нет. И минуты тянутся часами. Но когда человек творит что-то по душе, занят любимым делом, то время летит, и он не замечает совершенно часов. У каждого человека есть своё внутреннее время. И оно так же троично, как и внешнее время. Жизненный поток пронизывает человека, и все его внутренние процессы согласуются со стрелой времени. Но развитие человека не заканчивается с построением его физического тела. Далее наступает естественный процесс дальнейшего развития его в интеллектуальном, в личностном, психоэмоциональном аспектах. И стрела времени уже несёт человеку информацию для его дальнейшего совершенствования и развития, которое он получает. То есть это время получения информации. Человек получает информацию различными путями и постоянно. Через книги, СМИ, общение, события, различные контакты. И человек имеет право принять или отвергнуть идущую к нему информацию. Человек принял для себя что-то новое. Она отозвалась в его внутреннем мире. И он пропитывается новой информацией и анализирует её. И это соответствует времени принятия. Но ему необходимо проявить желание и устремление к принятию и осознанию поступающей информации. Так формируется... Хорошо. Так формируется вторая составляющая внутреннего времени — это время приёма информации. И приняв новую информацию, человек должен практически реализовать её в своей жизни и жить по ней. В этом случае к нему приходит новая информация на более высоком уровне. И это будет третья составляющая личного времени — время творения, которое будет напрямую зависеть от свободной воли человека, его желания творить себя и вокруг себя окружающий мир, от его целеустремлённости, изменению себя. Таким образом, творческое и интеллектуальное развитие человека, процесс духовно-нравственного совершенствования напрямую зависит от верного, правильного понимания, что есть время, как оно влияет на человека и как временем надо располагать в своей жизни. И человечество живёт в мире, где полностью отсутствует божественная справедливость, добро, гармония, любовь. И вместо этого действуют перевёрнутые понятия. И получается, в итоге жизненный поток, то есть время направляется на саморазрушение существующей цивилизации, а не на её эволюционные преобразования. Вот и получается, что время идёт, а цивилизация наша деградирует. И таким образом, одной из причин того плачевного положения, в котором оказалась наша цивилизация в настоящий момент, является незнание того, что есть время, и как его воспринимать и жить в соответствии с этими понятиями. Ну и более полно, которые эти моменты излагаются в наших работах время и жизнь в настоящем времени, и в двухтомнике физика жизни. Спасибо большое. Спасибо.